У нас в студии Константин Петрович Ток Шамжи. Здравствуйте, Константин Петрович. Здравствуйте. Как вас, не знаю, называть? Один из основателей ГАГУЗИ и точно так можно назвать. Можно и так. Миротворец. Да. Который... Все в одном флаконе. Все в одном флаконе, да. Константин Петрович, во-первых, спасибо, что пришли к нам. Рады вас в очередной раз видеть в студии. И с вами я бы хотел поговорить вот о чем. О процессе переименования или процессе возвращения исторических названий сел, которые происходят в Украине, среди ГАГУЗИСКИХ сел. Процесс инициирован, но там, скажем так, это важный процесс с моей точки зрения, важно возвращать исторические названия ГАГУЗИСКИМ селам, но не все так однозначно и не все так гладко, к сожалению, да. Ну, давайте начнем, ну, скажем, с самого простого. Ну, селок бывшая Виноградовка, пока еще Виноградовка, историческое название Курчу, его все в ГАГУЗИИ называют, по большому счету, Курчу, особенно в тех краях, вулканический район, да, все его знают как Курчу. Вернули историческое название. Ну, давайте начнем, наверное, с самого начала. Вот как вы восприняли этот процесс и эту инициативу, которая была инициирована? Если лет 15-20 то, что происходило у нас в Молдове и то, что происходит сейчас, не удивился ничуть. В один ряд можно поставить не только Курчу, не только украинское село и весь юг Молдовы. Ну, вот если говорить, ну, я не знаю, поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, вот ГАГУЗских сел в Украине больше претерпели переименование, чем ГАГУЗских сел здесь, в Республике Молдова. Как бы, я не знаю, по-моему, ни одно ГАГУЗское село не было переименовано во время Саводского села, я могу ошибаться. Больше всего там, да, то есть, как бы, Александровка, Диметровка, Котловина, раньше была Болбока, Виноградовка, раньше была Курчу, там больше претерпело переименование. С чем это связано или у вас нету объяснения этому вопросу? Дело в том, что никто никому ничего не объяснял. Советская власть решила буквально однозначно называть, менять село Курчу. Курчу отныне будет не Курча, а будет Виноградовка. Почему Виноград никто не может объяснить? А то, что Виноград там растет. Каракурт отныне будет животневое. Главное, никто не объясняет, почему так. Кубей никогда, черваноармейское. Ну, вот так было. И то, что сегодня происходит, я бы хотел в первую очередь поддержать инициаторов, а может быть, одного из главных инициаторов, это Иван Капсамон. То, что до меня, значит, разочаровывает, то, что происходит в этом селе в идеологии, в умах людей. В умах происходит нечто непонятное. И вот это не поддается объяснению. Что это такое? Они вроде бы все село, особенно те, которые 90-е годы посещали. Борис Федоровичем мы часто качиваем, вступаем в некий диалог. Борис Федорович был у нас, и он, кстати, не возражает, чтобы был, назвался, значит, исторически первоначальное название села. Да. Михаил Иванович Адам, так уважаемые люди в селе, тоже был у нас, он видел, какие процессы шли, особенно все депутаты всех уровней. Мы однозначно на съезде приняли это быть Гагаузией, быть Гагаузией нашему этносу, возрождении своей государственной. Это относится не только Молдове и Украине. Гагаузский этнос. Это одна и та же проблема, которую я дал нам. Но мы не знали и мы не ожидали, что так болезненно пойдут процессы. Не только у них, у нас тоже. Мы, Михаил, ты знаешь, когда мы попытались главную улицу Камрата назвать улицей первого нашего президента Степана Топала, чем это закончилось, не будет языка, не будет автономии. Кроме этого, значит, известно, что исчезли многие страны с карты мира, с карты мира исчезли многие народы. И вот сейчас, кстати, удивительно молчат наши лидеры Гагаузской автономии. Ну, молчат и все. По поводу этого процесса вы имеете в виду? Да, нет, по поводу исчезновения. Значит, это было в 2010 году. Ты помнишь хорошо, Михаил? О том, что ЮНЕСКО, уважаемая международная организация, включил Гагаузский язык, Гагаузский реестр исчезающих языков мира. Ну, под угрозой исчезновения, скажем. Ну, исчезновение языка. Михаил, исчезает язык, исчезает народ. Кто мы после этого? Никто. Русскоговорящие. Мы не Гагаузы после этого. Да, мы не Гагаузы. И вопрос, и возвращение. По сути, Гагаузия, ну, с моей точки зрения, и с точки зрения очень многих тех, кто в Кишиневе смотрят на Гагаузию и в мире смотрят на Гагаузию, рассматривают Гагаузию как автономию, перед которой должна стоять одна единственная главная цель на данном этапе. Это сохранение Гагаузской идентичности, сохранение Гагаузского языка, развитие Гагаузской культуры. А это все не может начаться без возвращения и восстановления исторической памяти. Конечно. Вот это вот процесс возвращения Гагаузских исторических имен Гагаузским пчелам. Это часть той самой восстановления исторической памяти? Конечно. Так почему же сопротивляются? А вот это парадокс. Вы знаете, Михаил, это полнейший парадокс. Если бы, скажем, эти ребята, наши ребята, наши патриоты, которые решили вернуть, как ты говоришь, историческую память, а ведь не может быть, чтобы не была история. Любую маленькую родину мы имеем, мы имеем свои истории. Безусловно. Ты понимаешь, слово виноградовка с точки зрения ментальности, с точки зрения энергии, она не поддается. Когда собираются ребята, Гагаузы, без Комрата, без Курчулар, гордо говорят, некую энергию имеют. Без виноградовка не переводится. Поэтому, значит, сегодня я просто поражен, просто удивляюсь. Вроде бы образованные люди. Есть там учителя в селе. Есть много известные люди. Начиная с директора школы, уважаемый Афанасий Георгиевич, значит, он директор, я не знаю, сегодня он директор школы там. Очень умные люди, думающие люди. Есть там Мария Федоровна Чабан, Борис Федоровна Кальджиевская. Хотя мы расходимся с Борисом, но относительно имени мы с Борисом, значит, одинаково, что историческую память нужно вернуть. Вот, вернуть. Мы не переименуем, мы возвращаем. Мы возвращаем то имя, которое забрали. Важное замечание, да. Да, да. Вот это очень важно. Это, мне кажется, что вот эта ментальность, которая сидит, советская ментальность. Чисто советская ментальность. Вы знаете, я слышал такую версию, что Вот не приемлют люди гагаузские названия в топонимах, названиях в селах, в названиях... То есть им режет слух, когда там улицы хотят переименовать там каким-то несоветским названием. Да. Есть такое ощущение у вас? Вот эта привычка, да, которая... Обязательно, обязательно. Вот, например, на народном совроде бы депутаты более-менее люди образованные, Может быть, начитанные немножко. Мы так предполагаем. Мы так предполагаем. И этот депутат, не назовем сейчас его форекс, меня поразил. Еще активный такой, встал. Не ляжем бы на гагаузделяю. Не ляжем бы на гагаузделяю. Слушай, совершенно не ориентируется. Во-первых, знание много языков, русский язык. Мы же в проекты включили. Когда мы писали, кстати, мы добро умирались автором проекта «Гагаузделяю». Там три языка. В 99-м году опубликовали его в газете «Гагаускалка», по-моему, да? Да. Значит, русский язык, молдавский язык и гагаузский в один ряд. И взяли, вычеркнули этот язык. И этот язык преподается как иностранный, на уровне странного языка, как и молдавский. Сегодня наша молодежь, университетская, образованная, не знает государственное, не могут устроиться на работу в Кишиневе. Они в Кишиневе не могут работать, не знают совершенства языка. Они не могут в Турцию поехать. Они не могут, тем более, в Турцию мастерат. Они берут наших бесплатно мастерат. Кто знает хорошо гагаузский. Вы посмотрите по Камрату. По Камрату меньше стали говорить на гагаузском языке. Полнейший парадокс, что происходит. Вот на наших глазах, разве мы знали в 90-м году, когда собирали депутатов всех уровней, значит, ура, аплодисменты, такая энергетика в Доме культуры о том, что собрали все депутаты, все гагаузские, и Болградского района были на этом все. Что отныне мы получим государственность, гагаузскую республику со своими атрибутами, со своими языком. Какая радость была, как будто что-то такое произошло. А ради чего они создавали гагаузскую республику? Теперь вопрос. Потому что я уверен, что в зале вы, наверное, опрос не проводили тогда, не было времени для этого. А вот зачем людям? Сохранить в чем цель? Утереть нос Кишиневу, сохранить здесь Советский Союз, либо запустить процесс восстановления исторической памяти гагаузов. Потому что если сейчас оглядываться назад и смотреть, к чему пришли, то историческую память не восстановили, и ее восстановлению сопротивляются, это мы видим. Это по всем фронтам, от возвращения исторических названий до восстановления исторической памяти, связанной с голодом. Единственное место, где есть мемориал по жертвам голода, это Вавдарме, село, которое вы упомянули. В других селах ни памятников, вообще ничего. Даже в Камрате нет памятника жертвам голода. Хотя это величайшая трагедия этого самого. И к чему мы пришли? Ради чего создавали тогда? Вы, в чем была ваша задача, вот как Константина Таушамжи, и в чем, с вашей точки зрения, была задача тех, кто участвовал на этих селах и голосовал за него? Там однозначно все голосовали. Во-первых, Михаил, во-первых, там были лидеры гагаузского движения. Гагауз-Халка? Меньшинство. Гагауз-Халка – это полпроцента. Но они двигали, как наконечник был. И в этом, в Доме культуры, собрались все депутаты всех уровней. Тоже меньшинство, но зато они самые сильные. Там гудело все буквально. Сельских городских советов, да? Нам еще помогал Народный фронт Молдовы. Они сказали, нет автономии от противного, потом встал малый и стар на защиту автономии. И нам казалось, что сейчас, если мы получим автономию, то у нас все пойдет в трех аспектах. Три аспекта. Первая – экономика. Мы будем сами править нашей экономикой. Мы своя концепция, и мы сделали собственную концепцию, развитие своей экономической концепции. У нас язык будет развиваться наравне русским, наравне со всеми. И статус у нас будет. Свой статус. Все три аспекта мы потеряли. Сегодня нет. Я могу публично здесь сказать и заявить о том, что гагаузской автономии сегодня нет. Все три аспекта загублены. Мы статуса своего не имеем. Мы как район. Язык стал на уровне иностранного. Экономику мы не имеем. Мы район. Мы район ждем, какие трансферты мы получим оттуда. Вот то, что произошло. Вы можете сказать в наш адрес концепция. Вы же были там. Как это так? Вы упустили? Нет. Мы сделали все возможное с флагом волка. С этим флагом. Приходит другая группа. Нам говорят следующее. Корректно. Говоря корректным языком. Вы устали от адвентистов. Мы придем. Дальше мы сами, да? Дальше мы сами. И это те, которые сопротивлялись процессу возрождения гаговусов. Не только у нас. И в Кишиневе так сказали. Сказали, Снегура, отойди. Я, Лучинский, первый стар ЦК буду. Нам, Камрате, сказали, отойдите. Вы, Гагавус, Халки. Я первый стар райком. Матогонщик приходит. Вот таким образом произошел откат назад. И мы вот там потерялись. Сегодня, дай-то Бог. Мы еще, у нас еще силы энергии достаточно. Мы, патриоты, часто собираемся и с огорчением, и возмущением. Мы возмущаемся тем, что происходит. И нам придется заново делать это автономии. Поэтому переименование, где у нас, значит, столкнулись... Возвращение исторических имен. Да, исторических имен. Одним из главных моментов. Это непросто. Это непросто мы называем улицу. Во-первых, я вам скажу более того. Улицы в нашем селе, как и в вашем селе, как и везде, они носят писателей почему-то. Гоголя, Достоевского, там еще какие-то. В нем селе ни одного писателя, там Котовский, 28 июня. Ну, у вас мало улиц, а у нас больше улиц в Камраде. И мне кажется, что, значит, генерал-губернатора Инзова в Болграде сделали совершенно справедливо. Если бы в нашем селе, в Курче, назвали бы улицу Инзова, действительно, в каждом селе можно было назвать это юг. Именно генерал-губернатор Инзов, когда заселялись в Болгарии эти села, эти народы здесь, болгары, гаговозы. Это вяжется. Но в Украине это будет связано с имперским прошлым, Российской империей. Значит, ну, может быть так. Но во всяком случае эти люди были, даже Пушкина допускаем. Но других названий улиц. Михаил, без всякого перевлечения, слово Курчу, почему так назвали? Почему? Курт-чу. В Турции, я знаю, есть выражение Курт-чу-копеки. Значит, волкодав. Собака, которая сильнее волка. То есть именно вот эта энергетика курчистская наша. Ведь в каждом селе можно назвать характеристику этих людей. Есть особенности каждого села. У нас есть свои особенности. Все самое позитивное, самое лучшее в Болграде и в Одесскому ты найдешь в нашем селе. Дай гордиться немножко. Без преувеличения. Значит, статистика. Есть два лидера. Георгий Михайлович Кочмар и Георгий Петрович Тержи. Ты знаешь, если оградники нас сейчас слушают, значит, если в Камраде, чтобы получить за квоту зерно, подмышкой 3-4 мешка и все на этом. А там целые тонны они получают. Больше всех они выдают зерно. Это кормилицы. И один из них поддержал в Совете, насколько я понимаю. Да, а Денис Михайлович Георгий Михайлович поддержал это. Возвращение исторического названия. А почему бы, слушай, я вот так думаю, а почему не называть в селах этих людей, которые... Это кормилицы своего рода. Что мы ищем каких-то писателей назвать эти улицы? Мы же хотим знать свою родину. А как мы назовем свою родину? Курчуя-то где? Где мы все выросли? Это малая родина. Есть родители, прямые, которых мы должны уважать. Есть прародитель. Прародитель – это село. Вот мы прародители этого села, поэтому мы должны чтить это село. И не обижать тех, которые ушли виной в мир. Душа где-то в небесах. Они создали, назвали это село. Мы пришли и сказали, нет, не будет курчу, будет виноград. Откуда? Кто так сказал? Какой-то диктатор пришел и назвал. Вот такое село ваше будет. Поэтому сегодня я обращаюсь к нашим очень уважаемым людям. Я обращаюсь к интеллигенции. Уважаемые наши, если хотите, братья, мои земляки и так далее. Давайте мы сделаем, давайте мы войдем в историю с хорошей стороны. Давайте мы вернем наше имя, название нашего села. Ведь каракур-то же вернули, вернули, вернули село. Кубей, я знаю, Кчанармейская тоже была теперь, значит, Кубей. Давайте вернем. Это очень много значит. Это возвращение села, это очень много значит. Кроме этого, Михаил Ильич, я сказал, что мы, значит, с позитивной стороны очень многое сделали. Есть и негативная сторона наших стильцан. Где драка, где драка в Волградском районе, это наши обижатели участвуют в этой драке. То, представляете, есть один уникальный случай. Самая овчарка, собака где у полицейских. Наши зашли в полицейские и украли эту собаку. Какой-то Курчинский. Курт – это волк, серый волк. Ты понимаешь, еще один момент по поводу энергетики. Значит, в Камрате спортивный клуб, спортивный лицей назван, как назван? Босс Курт, да? Босс Курт, да. Босс Курт, босс Дяновак. И ты знаешь, какая энергетика. Значит, когда выходят на борцовский ковер, ты представляешь, ребята раскакают в Кишиневе, и объявляют, на ковер приглашаются серые волки. Ты понимаешь, ребята выходят и побеждают. Мантра – энергия. Поэтому давайте… Очень много аргументов господин Таушамжи привел сюда в пользу возвращения исторического села, из-за исторического названия села в Курчу. Поэтому, я думаю, просто уже аргументов больше не осталось с другой стороны. Константин Петрович, я благодарю вас за то, что пришли к нам сегодня. Вы сказали свое мнение по этому важному событию. Я надеюсь, все, кто в Курчу увидит это интервью и примут правильное решение. Единственное правильное, с моей точки зрения, единственное правильное – это возвращение исторического названия. Это был Константин Петрович со своим мнением относительно важного процесса, который происходит сейчас в ГГУ-хских селах Украины – возвращение исторических названий.